Наталья живет в самом центре Абакана, в этом доме по улице Щетинки на 20. Уже много лет с 1997 года. По словам горожанки, с тех пор ничего не изменилось. Наоборот, по сравнению с другими многоэтажками, их потеряла привлекательность. Как снаружи, так и внутри. Дворовая территория оставляет желать лучшего. Дома в таком состоянии, он так и остался. Если сравнить с другими домами, кроме этого, благоустройства этой территории вообще никакой. Получается, что МУП УЖК нас обслуживает. Вот пишет, благоустройство, детская площадка есть, пишет, спортивная площадка есть. Но мы, как видим, наблюдаем, что здесь вообще абсолютно ничего нет. Грязно. Вот эти ямы, как после строительства или после чего они тут кабель ложили. А еще Наталья жалуется, что в подъездах нет освещения. На улицу вечером тоже выходить небезопасно. Фонари отсутствуют, сгущают краски и тени нависших тополей, которым давно пора провести санитарную обрезку. Света нет. То есть вот это самое темное место, мне кажется, в городе. Освещения вообще отсутствует. Что в этой стороне вечером уже после того, как наступают сумерки, все. Тут уже такое состояние, как будто ты попадаешь в какое-то, ну, такое место, как будто за городом. Здесь нет ни здесь освещения, ни здесь освещения нет. Вот как-то даже опасно ходить, мне даже кажется. А теперь давайте разбираться. Дом номер 20 по улице Щетинкино действительно с большой историей. Несколько лет назад здесь сделали фасад, но только с лицевой стороны. Да, и его уже нужно обновлять, кроме того, что укатурить необходимые стены, которые выходят во внутренний двор. Детская площадка, а именно то, что от нее осталось, тоже вызывает много вопросов. Связываемся с председателем жилого дома. Галина Яновна поясняет по телефону, средств, которые оплачивают жильцы, не хватает. Тариф на обслуживание и текущий ремонт дома составляет около 20 рублей. Этого недостаточно, чтобы сразу провести большие перемены. Так, в этом году по плану сделать остекление подъездов, поменять козырьки над парадными, а также отремонтировать фундамент многоэтажного дома. Муниципальные управляющие компании нам поясняют, что дом находится в их обслуживании, и проблем действительно немало. Например, вопросы освещения и своевременной уборки территории попытаются решить в ближайшее время. По поводу освещения, да, то есть вопросы возникают. Значит, в доме проводился капитальный ремонт у нас в прошедшем году, в текущем году прошедшем. Значит, у нас есть проблема по гарантийным обязательствам. Вышли из строя светильники общедомового имущества в подъездах, да. То есть на данный момент претензии к капитальному ремонту выставлены. То есть решается вопрос в плане гарантии, чтобы возместили работу светильников. Значит, ну, по фасаду, то есть надо будет смотреть, опять же, включать в тариф, предлагать людям. Потому что ремонт фасада, то есть как бы срок не вышел, ну, там были произведены работы по краске. Ну, на данный момент надо будет обследовать. И опять же, содержание общедомового имущества – это обязанность собственников, да. То есть все предлагается в тарифе, предлагается людям при формировании тарифа, люди включают работу. Кстати, приветствуется и инициатива, желание жителей сделать свой двор лучше. Специалисты приводят в пример соседей – собственников, кто проживает в доме номер 21. Их дворовая территория приняла участие в проекте «Комфортная городская среда». Теперь здесь новая современная площадка с мягким покрытием, удобная парковка, освещение. На данный момент при формировании «Комфортной городской среды» программы, да, идет у нас федеральная программа городская, то есть мы предлагали людям участвовать, то есть в любом случае это производится протокол собрания, утверждаются суммы, проценты участия в этой федеральной программе. На данный момент люди пока не изъявили желание для формирования. То есть там у нас по нескольким программам идет, там зависимости, там и детские игровые площадки, и парковки, все это по перечням работ необходимо закладывается. Но пока что люди, собственно, не изъявили желание участвовать. Но соседний дом, соответственно, наглядно видно, да, если люди участвовали, то есть работы произведены. Такое нам не по карману, говорит в телефонном разговоре управдом Галина Яновна. За содержание территории жильцы соседнего дома платят дополнительно, и тариф у них на содержание выше. А в их многоэтажке в основном проживают только пенсионеры. Платят исправно, но не богаты. Хотя все можно решить на общедомовом собрании жильцов. Тем более, когда есть недовольные пейзажем вокруг и желающие что-то менять. К слову, нам удалось узнать, что на следующий год во дворе запланированы работы по благоустройству. Чтобы расширить их список, снова нужно собраться вместе и проявить инициативу, а также прийти к общему мнению и согласию.